Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я хочу поделиться одним из кейсов работы с недвижимостью, который сегодня у меня произошел. Все дело в том, что люди, когда продают свои квартиры, они считают, что если мы наберем большое количество агентов, мы тем самым расширим клиентскую базу, тем самым быстрее продадим квартиру и таким образом будет лучше для всех. На самом деле это в корне неверное осуждение, потому что когда ваша квартира продается сразу у десятерых агентов, происходит расфокус, внимание, особенно если вы постоянно пытаетесь играть с ценами, то повышать, то понижать, то какие-то описания менять, то еще что-то делать. Везде идет в разнобой все, и в итоге покупатель смотрит, что какая-то лажа с вашей квартирой, ее много, ее продают все, она как проститутка, извините за такой жаргон, и фактически клиент уходит к другой квартире, которая ему кажется наиболее привлекательной в этом плане. Так что работа на эксклюзивных условиях – это самый лучший вариант для собственника. Не нужно бояться, не нужно думать, что вашу квартиру не заметят другие агенты. Вы не забывайте, что 70% покупателей, они приходят через агентов. При этом сами агенты ищут для своих клиентов на подбор какие-то квартиры. При этом подборе они также обращаются к своим коллегам. Есть отдельные комьюнити между агентами, которые обмениваются служебной информацией. Этого нет в интернете, этого имеется в виду, эти объекты не выкладываются в интернете. Это общение происходит практически, ну, чуть ли не тет-а-тет, да, в закрытых каких-то пабликах, чатах и других вещах, где можно эти все вещи обсуждать. Поэтому не думайте о том, что если вы дали возможность одному агенту эксклюзивно представлять ваши интересы на рекламном рынке недвижимости, что это будет негативным фактором. Напротив, напротив. Вот, а сегодня у меня была ситуация такая, что я увидел на одной из площадок дубли своего же объявления, которые были выложены в количестве пяти штук с моими фотографиями, с моим описанием. И, увы, с разными ценовыми предложениями. Сейчас у меня квартира стоит в интернете. Эта квартира стоит за 7 миллионов 250 тысяч, это двухкомнатная квартира в Ленинградском районе. И я увидел эту же квартиру по этому же адресу, с этими же фотографиями, ну, все такое же, как у меня. Абсолютно за 7,250 была одна квартира, дубль стоял, ну, видимо, оценивали, смотрели, сколько сейчас цена на нее. Была квартира за 7,400, за 7,600, за 7,550 и за 7,350, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, ценовой такой диапазон от 7,250 до 7,700, примерно вот так вот. Разумеется, представьте, если вы ищете квартиру, вы заходите на какую-то площадку, берете фильтры, ставите какие-то данные, там, что вы ищете, там, в комнатную квартиру, такой-то площади примерно в таком-то районе, вам выдает просто одну и ту же квартиру десятка объявлений, все по разным ценам, вы начинаете путаться и понимаете, что какая-то фигня, какая-то лажа, ну, почему одна и та же квартира стоит с десятком разных цен, а сколько же она действительно стоит, спрашиваете вы себя. Возможно, есть где-то подешевле, где-то же среди них должен же быть собственник, который должен ее продавать дешевле, правильно? Но вот, опять же, многие люди знают, многие нет. Та цена, которая работает у обычного, нормального, адекватного, правильного специалиста по недвижимости, например, у меня, она будет точно такая же, которую вам предлагает собственник. Вы не платите и не переплачиваете при покупке недвижимости комиссию агенту, а плачет собственник, это его, скажем так, понимание, что его квартирой занимаются, его квартиру продают, то есть он может отдать эти же самые деньги на торг, на какие-нибудь там юридические сопровождения вот этого всего процесса сделок. Это же самое делает агентство, просто у агентства это стоит дешевле, и разницу они берут себе в качестве комиссии. Вот и все. Никакого повышения цены для вас, как для покупателя, не будет. Поэтому, если вы являетесь собственником, у вас тревожит вопрос ценообразования, комиссионных или каких-то других вещей, вам нужно просто понимать четко эту структуру. Если у вас есть недопонимание этого, пожалуйста, позвоните мне, я вам четко все это расскажу, объясню, чтобы у вас не осталось каких-то открытых гештальтов. Опять же, не люблю это слово, но употреблю его. В другом ключе подойдем, что сейчас у меня собственник, только что в Вайбере, воскочил уведомление, что он созвонился с некоторыми владельцами объявлений, скажем так, и у одного объявления человек не дозвонился. То есть, постоянно идет сброс звонка. Зачем это происходит и как это происходит, и что это вообще такое? Это называется фейковое объявление. Для чего это нужно? Когда вам кто-то звонит по какому-то якобы объекту, который, возможно, уже продан, ну, бывает такое, действительно, объявление забыли снять с публикации, но объект уже там два дня назад продали. Соответственно, тому человеку, который обращается по этому объявлению, можно предложить альтернативный вариант. Благо, агентская сеть большая, в нашей компании более 70 агентов работает, и мы знаем, какие объекты у кого есть, мы знаем, что есть, что предложить. Соответственно, мы можем выкатить какое-то встречное предложение, да, ну, не выкатить, а предоставить, которое, возможно, заинтересует потенциального покупателя. Поэтому такие объявления называются фейковыми. Периодически площадки крупные, такие как ЦАН, Авито, Яндекс.Недвижимость, они обзванивают и вычисляют эти объявления. Если вдруг по ним поступает жалоба, либо они не понимают, либо они понимают, что это объявление является недостоверным, они его банят, пользователя банят, и в дальнейшем размещение объявлений для этого человека не будет возможным. Вот. Другое дело, что вы можете проверить, насколько, скажем, качественный продавец, да, то есть можно обратить внимание на создание профиля в Авито, и как давно он создан, возможно, какие-то другие объявления у этого объекта, не агента, а человека есть, который занимается продажей, и другие аспекты. То есть это вам просто даст понимание того, куда, в какую сторону обратить внимание.